В этом году Кубок России по лыжи и роллерам состоит из пяти этапов. В Сочи финальные соревнования и одни из самых тяжелых. Три гонки в гору – настоящее испытание для спортсменов. В основном такие соревнования проходят в Италии, Швеции или Норвегии. В России Сочи – единственный город, который подходит для проведения горного этапа. Марафон здесь проводили ежегодно. В том году, позапрошлый год, 45 километров, Меретинская долина, туда в Розахутор. Так что Сочи является для проведения этих соревнований одним из самых лучших. В принципе, я считаю, что здесь можно и отдохнуть, и посоревноваться. И в сентябре месяце, когда температурный диапазон очень прекрасен. За призовые места в общем зачете Кубка поборются более 150 спортсменов из разных регионов страны. Ксения Конохова – одна из лидеров по результатам четырех этапов. И, конечно, на эти старты возлагает большие надежды. У лыжи-роллеров, помимо собственной подготовки, большое значение имеет и правильный выбор роллеров. Обычно для подъема в гору используют трехколесные. Но Ксения, как, впрочем, и большинство участников, припочла скоростные. В соревновательном процессе мы используем скоростные лыжи-роллеры. Иногда в последнее время стали проходить на тренировочных тугих, но по скорости заметно отличаются, как, ну, я не знаю, Феррари от Жигулей по скорости. Также есть еще для прохода в гору, когда очень крутые, мало равнинных частей на этой горе. Используют трехколесные для более сильной устойчивости. Но я не люблю трехколесные, так скажем. Кому-то удобно, кому-то нет. И гора такая приятная, что можно и использовать двухколесные роллеры. Сегодня раздельный старт в классическом стиле на 7 километров. Завтра свободное преследование, а в выходные пройдет спринт и масс-старт на 11 километров. По результатам соревнований, которые завершатся 22 сентября, определятся победители. Они войдут в состав сборной команды страны и в следующем году примут участие в международных турнирах.